Анастасия Петруша тренирует своих подопечных перед первой серьезной схваткой. Главная задача уложить оппонента на лопатки. Как? Делать техники и хитрых приемов. 12-летняя Ангелина справляется. Борьба для девочки – это и воспитание характера, и возможность быть всегда защищенной. Я сначала занималась легкой атлетикой, а когда, например, на меня нападут, я должна убегать все время. Помогают в жизни вот эти вот навыки? Да. Так, рассказывай. Ну, например, когда на тебя мальчики нападают, ты просто начинаешь кулаками, а если они тебе много проходят, сразу вниз. Всего вместе с Ангелиной на матах 145 борцов со всех уголков страны. Средний возраст спортсменов – 13 лет. И почти у каждого за плечами большие победы различного ранга. Но не это для ребят самое ценное. Этот спорт воспитывает в себя силу воли, физическую силу, характер. Как признались гости соревнований в Бобруйске – сильная школа борьбы. Этот вид спорта культивируют сразу в двух учреждениях, а именно многих воспитанников известны далеко за пределами страны. Каладинская, Ванесса, Курочкина, Ирина, Седокова, Залина, которые достойно представляют и город, и область, и республику на самых серьезных стартах. И вот говоря об этом, с 21 по 30 июня будет арея Европейской игры проходить в городе Минске. Я надеюсь, наши представители этого вида спорта достойно представят республику Беларусь. Что касается юных чемпионов, пока для них в качестве мотивации медали и дипломы, а также возможность представить свою школу на республиканской спартакиаде, которая пройдет в июне. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.